всем привет я дозрела дозрела пошить юбку из этой ткани два куска у меня таких сейчас я начинаю себя сначала меряю потом меряю ткани еще раз думаю как я делаю я хочу сделать в общем то крупные складки крупные складки просто в круговую поясок если длины нет длины здесь не хватит я просто сбоку срежу с двух боков срежу по кусочку наверное и туда мягко вставлю такой ширины резиночку и все не знаю буду я делать застежку или нет скорее всего застежку я делать буду чтобы ну зачем утолщать себя по талии просто чтоб фиксировать размер потому как я иногда поправляюсь иногда я худею для этого нужна и резиночка туда а так в общем то будет просто вот такой поясок и крупные складки все поехали я подумаю как я буду склады делать встречные не встречные склады будут широкие ну то есть они будут конечно встречные получается но я хочу понять сколько четыре допустим склады по одной половине или пять я все это озвучу потом вот такой у меня блокнотик есть из неудачной вышивки я покрыла сеточкой и такой красивый блокнотик у меня есть для записи судя по рисунку у ткани есть верх и есть низ чтобы я не собрала полочки неровным образом очень хорошо что я обратила на это внимание туз куски ткани у меня совершенно одинаковой длины передней полки я заберу на поясок буквально 12 сантиметров 12 сантиметров до придется отрезать все-таки и по передней полке и по задней потому как наталью у меня получается совсем впритык вот этой длины значит я сошью и срежу просто две полосочки с одного куска и со второго по 6 сантиметров вот так отлично так как у меня после стирки кромка немного стала неровная я хочу ее сколоть выровнять проутюжить сразу одновременно отрезать видите как по ходу вроде бы я сто раз уже смотрела меряло прикладывалась примерялась к этому всему это юбки к этой ткани 333 раза подходила я к ней отходила но вот по ходу когда начала делать и уже вижу что нужно думать и хорошо что я так 7 раз думала сейчас один раз отрежу и все будет хорошо как раз и нитки у меня на оверлоке стоят вот такого темненького цвета я сразу буду пускать под оверлок а то когда у меня оверлок не заправлен и мне тогда большая лень это делать сразу быстро я все мечтаю сделать себе все мечтаю себе сделать игольницу на руку и не хочу покупать когда я могу сделать сама чуть-чуть небольшая разница в длине совсем маленькая но так буду ровнять как раз пара сантиметров все сейчас я глажу режу и показываю дальше я очень рада что купила эту линейку потому как постоянно теперь ею пользуюсь вспоминаю как у мамы была огромная линейка вот такой ширины деревянная как у портных как у портных были я не знаю где она это взяла тогда по моему было не так просто потому как я помню для себя когда я уже была взрослая или как только вышла замуж машинку я себе швейную купила потому как в доме потому как потому как в доме всегда должна быть швейная машинка даже если вы не особо хорошо умеете шить швейная машинка должна быть для того чтобы хотя бы какую-то строчку застрочить и за какой-то определенный период времени это себя оправдает подшить брюки подшить простыни шторы советские времена шторы я не помню чтобы продавались готовые я помню что приходили к маме потому же ко мне когда я здесь жила я живу в этом доме уже 31 год я живу в этом доме 31 год я уже очень многим соседям свое время я всем доделала запас отрезаю чуть не отмеченного и я помню сколько я здесь кому даже на том уровне на котором я слабом шью я не особо швея я так знаете просто умелая женщина в швейном деле я любитель вышивать вязать это да вышивать крестиком я знаю умею но я не вышивала я очень люблю гладью вышивать и очень многим я что-то укорачивала что-то ремонтировала шторы подшивала это в основном спасала футболки подшивала шторы брюки до срочно нужна мне игольница очень срочно все я могу соединять пояс и наконец-то соединять обе части юбки и так чтобы не укололась и закладывать складки так показываю что я сделала я уже заложила складочки каждая складка глубина 7 сантиметров складок получилось вот получается одна встречная здесь в обратную сторону и в обратную не знаю насколько это понятно то есть по переду и по спинке по центру идет навстречу складка потом в обратную сторону еще одна складка и еще одна то есть получается 6 складок с одной стороны 6 складок с другой стороны прострочила оверложила я собрала уже бока это здесь будет застежка я посмотрю как проходит может быть даже еще сильнее вот так прострочу я уже обработала низ я его оверложила и подогнула осталось хорошо отутюжить вставить пояс и примерить ну я уже конечно примерила промежуточный вариант но она действительно меня слегка полнит но здесь еще не понятно пока когда буду готова будет совершенно понятно уже как сидит но я по верху я все-таки складки хорошо заглажу ну и посмотрю по низу при паре во всяком случае при паре вот при паре и тогда она будет по силуэту лучше лежать и тогда она не будет так сильно полнить но я как бы была к этому готова потому что ткань не совсем тонкая она такая получается шикарная такая юбочка поэтому в общем-то я не меня устраивает что она может слегка меня полнит она очень так шикарно смотрится массивно крупно можно навязанный свитер у меня есть пиджачок короткий замшевый песочного цвета очень сюда подойдет в любом случае будет очень шикарно так пристрочу пояс отутюжу и покажу в готовом виде на себе на манекене все пошла доделывать я уже собрала пояс пояс получился достаточно широкий что мне очень нравится получается где-то 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 сейчас скажу пять с половиной сантиметров точно не с чем сейчас пять с половиной сантиметров где-то будет ширина пояса я его поставила на клеевой дублерин уже отстрочила отутюжила и а были совсем манюсенькие остаточки тонюсенькие такие такусенькие полосочки такие совсем тонюсенькие я сделала две штрип очки такие тонкие и поставила на спине по центру две штрип очки у меня есть ремешки я люблю ремешки и можно будет как-то одевать или то что угодно сюда продеть какой-то тканевый поясок шелковый завязать как-то так игриво все сейчас буду пришивать пояс осталось пришить пояс и отварить саму юбку сейчас лакуйся я все закончу освобожусь и займусь с тобой собачка моя уже изждалась но все показываю юбочка готова все-таки я сделала штрипки по всему так сказать периметру немного переиграла со штрипками я в общем-то думаю нормально получилось получилось вот здесь на застежки две штрип очки по животу штрипок нет я не знаю что как-то по-другому называется мама моя называла штрипки полосочки для ремня короче с другого бока получилось две я просто там не на том месте пришила не стала переделывать и по спине один то есть в принципе достаточно для того пять штук пять штрипок достаточно для того чтобы если я захочу поставить пояс если не захочу ну вроде бы как украшает я считаю что украшает каким-то образом здесь я внутри все оверложила пристрочила и перестрочила уже по шву по линии стачивания пояса это ниточка осталось теперь весь его переутюжить всю юбку поясок слегка придавить отпарить и приутюжить складочки и тогда уже я смогу примерить и показать на себе единственное что я еще не решила как я сделаю застежку возможно это будет просто крючочки вот так вот ну если какие-то прям вопросы возникнут по пошиву вы мне напишите я постараюсь как-то все это объяснить еще раз юбка красивая у меня вся и постараюсь тогда еще раз все объяснить завтра я уже сегодня уже темно получилось так что я делала дольше чем думала меня постоянно отвлекали постоянно мне звонили мои знакомые друзья вот моя лаки требует внимания и уже было пора есть мама занимается с юбкой поэтому лаки даже доела свою морковку тертую которую днем отворачивалась да у меня теперь есть немного времени для того чтобы все таки закончить свою юбку и завтра по светлу показать на себе как это выглядит ну выглядит достаточно симпатично я же мерила в процессе сборки единственное сегодня все таки надеюсь до утра еще как говорится далеко до границы до китайской поэтому я сегодня еще постараюсь сделать вышивку в таком цвете как цветы на юбке я очень хочу на тот жилет зеленый который к этой юбке предполагается я очень хочу его украсить вышивкой боюсь гладить боюсь испортить я не особо умею гладить вот ниточку нашла которую нужно обрезать где такой гладильщик очень много я в своей жизни вещей спалила от большого усердия от своего погладить помню когда-то спалила мне купили плащ новый а нет это у меня уже дети были да я уже сама себе купила плащ ой такой красивый тогда диско ткань называлась после фильма танцор диско когда они там танцевали в красивых блестящих нарядах я представляете спалила себе не успела деть спалила себе этот плащ и в общем-то ходила прикрывая вот так вот ладонью это место потому что я все время считала что все видят вот в этом месте спалила прихватила и и в общем-то мама хорошо что мама моя умела шить хорошо поэтому мне повезло и мама сделала из этого плаща делала мне безрукавку очень красивую такую я еще носила несколько лет ну вот отсюда у меня таланты тяга к шитью лохматая все ладно ну все до завтра до завтра завтра я одену покажу похвастаюсь свою юбочку вот моя юбочка мне пришлось снимать в длину чтобы я хорошо вся поместилась и чтобы мне можно было как-то продемонстрировать свою юбку я еще не сделала застежку просто я хочу подумать может быть я найду красивую пуговицу для этой юбочки ну это я такую блузочку отдела очень подходят украшения всевозможные крупные уши я не стала одевать но у меня есть под каждое мое колечко комплект крупных сережек огромных и крупные бусы подойдут сюда розовыми какими-то перемежающимися единственная не могу носить почему-то массивный очень люблю наносить не могу можно придумать какие-то легкие украшения вот пожалуйста на эту погоду очень даже гляньте как сразу другой вид стройнит просто ой я довольна я довольна люблю такие юбки да вот так вот очень стройнит я подумаю застежкой прям поплотнее я сейчас на здоровом питании и прям вес уходит объем уходит я еще делаю некоторые упражнения для опорно-двигательной системы получается и так уходит вес как объем вот так вот сейчас я еще покажу как можно одеть вот так очень симпатично я еще сапоги это если 8 черные конечно сюда не пойдут и подойдут сапоги я думаю вот как летние высокие сапоги с дырочками я присмотрела хочу купить вот и вот так симпатично смотрится да я юбкой очень довольна в принципе и вот так пойдет и длину угадала даже не менее но я у меня есть вещи которые лежат на полу когда я разута но я всегда помню я всегда хожу как бы если вещь длинная я очень люблю вот так не знаю откуда у меня это такое желание прям по полу прям по полу некоторые вещи мне даже шуба когда-то было и она была ниже меня вот так можно резинку кстати я не вставила я поставила на жесткий пояс в последний момент захотела поставить жесткий пояс а да кстати посмотрите я переобулась под красные ботинки красную майку и вот у меня есть вот такая красная авоська и уже можно даже вот так ну это конечно не летняя сумка это я имею ввиду если если опять же с этим вот так на ту погоду которая сейчас вот получается целая композиция а вообще конечно с сумками мне нужно подумать сумки у меня такой нет больше вот только это красная подошла ну конечно пойдет еще очень хорошо просто белая мальчика вот так под красный поясок я там присмотрела себе белый узкий еще поуже поясочек лаковый лаковый у нас есть магазинчик в таком дониск сити господи как он называется огромный магазин в общем есть это я там брала себе поясок кожаный италия и там у них много разных и фирменные есть подороже еще и просто такие ну производители там и наши местные есть мастера просто подобрать поясок я присмотрела узкий беленький есть голубенький узенький лаковый у меня есть платье боха голубое белый горох я бы хотела попробовать с ним поэтому можно подобрать сумочку и поясочек что-то надо такое бежево-розово нейтральное нет у меня такой сумочки или кладчик или пошью что-то тканевое но тогда однотонное какое-то шелковистое ну очень рада я юбочкой своей попробую я ее еще чуть-чуть переутюжить не очень-то она меня и полнит если каблучок есть у меня такие летние шлюпочки на каблучке на танке тачки не очень-то она меня и полнит всех люблю всех обнимаю всех рада видеть вежливых своих подписчиков всем пока а